Ученики Заокской средней школы на весенние каникулы не выходили. Наталья Николаевна все так же ведет у детей уроки. Это уже уставившаяся практика в селе. Причина такого необычного графика – половодье. У всех детей в Рязани уже каникулы закончились. Многие вышли с каникул, а мы еще не уходили. Почему? Потому что мы ждем разлив. Дело в том, что у нас обучаются дети села Коростово. И перевозить их не будет возможности, если выйдет АК из берегов. Преподаватели отпускают детей сразу на двухнедельные каникулы. Говорят, берут день от одной даты, день от другой. Так и набирается. Дети в школе из разных сел, как из Заокского, так и из Коростово. И добраться порой очень тяжело. Местные же жители села Заокского половодья не боятся. Говорят, привыкли уже. В прошлом году переливал. В этом году, может, и его не будет. А готовимся мы всегда практически одинаково. Кому переправляться на лодке? Лодки готовят для переправы. Кто-то, может, едой спасет, лекарствами. Ну, такие обыденные вопросы. Житейские. У Николая нет ни лодки, ни запаса продуктов. Живет так уже несколько лет. Не делает он это из-за строительства дамбы. Добавляет, что благодаря ей вода из берегов сильной не выходит. Раньше здесь все было в воде. Вот не было дамбы. Потом сделали нас. Людям уже стало легче. То переправлялись отсюда до обора на лодках. Потом оттуда до пристани. И оттуда же на катере. То есть проблема была большая с переправой. Сосед Николая Геннадий половодья тоже не боится. Однако к явлению природному готов. У него есть две лодки. Деревянная и резиновая надувная. Да и как еще, говорит рыбаку без лодки. Да ладно, муж привычный, наверное. Поэтому все готовится. Лодки на ходу. Так что катер пускают. Нормально. Геннадий добавил, что боится больше не Океа, а озера Ямище. Четыре года из берегов она не выходила. А в прошлом залила ему беседку. Теперь же деревянная лодка на готове. Однако Геннадий уверен, что из берегов Ямище не выйдет. Но надеется, что благодаря разливу хоть водой наполнится. Сотрудники МЧС занимаются ежедневным мониторингом уровня воды в реке Океа. По данным Рязанского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за сутки в черте города Рязани, в реке Оке, уровень воды повысился на 6 сантиметров и составляет 102 сантиметра ниже нулевой отметки гидрологического поста города Рязани. Специалисты МЧС добавили, что силы и средства территориальной подсистемы к весеннему половозью готовы. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...